Привет! В России ослабят требования к состоянию здоровья солдат и увеличат срок службы в армии до двух лет на фоне подготовки Путина к неизбежной войне с НАТО. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что вопрос об увеличении срока службы в армии назрел достаточно давно. Такие слова отнюдь не лишены смысла. На фоне ужасающих потерь в зоне СВО и стремительно разрастающихся по всей России свежих земельных наделов за участие военной агрессии, окопы не успевают пополняться новыми владельцами маленьких участков с оградкой. Заявление Соболева идеально иллюстрирует скотское отношение властей к собственному народу. Россияне в глазах кремлевских чиновников являются бесплатным пушечным мясом. Более 400 тысяч двухсотых и трехсотых, менее чем за два года СВО, веский аргумент в пользу ослабления требований к здоровью солдат. Тем более, зачем беспокоиться об их здоровье, если оно им после попадания в зону СВО больше никогда не понадобится? Так, ряд хронических заболеваний, в том числе серьезных, а также передающихся воздушно-капельным путем, уже не преграды для того, чтобы с честью отдать свою единственную жизнь за прекрасное будущее Путина. Тем более, что всевозможные ЧВК на фронте наводнены зэками, свеч, туберкулезом и гепатитом. Стремительно вымирающая титульная нация, по мнению многих русских, может разрушить план Путина касаемо войны с НАТО. Решение об этом принято в Кремле задолго до агрессии в отношении Украины. Ошибочка военных стратегов заключалась лишь в выборе страны для своей очередной аннексии. Голубая мечта Путина об оживлении СССР и омоложении не осуществилась. В частности, военная реформа, которая должна завершиться до конца 2026 года, а также увеличение личного состава вооруженных сил РФ, прозрачный намек на то, что мобилизованных русских для восполнения потерь скоро понадобится в значительно большем количестве, нежели на СВО. Технологический и военный потенциал РФ не сопоставим с НАТО, однако Путин воспользуется проверенным дедовским способом завалить врага мясом. Собственно, и призывы к женщинам рожать побольше такого мяса объясняются изрядным беспокойством властей, что воевать будет некем. Россию ожидает комплексная катастрофа, демографическая, военная, экономическая, социальная. Все это органично взаимосвязано. Путин не остановится и не отступит просто потому, что отступать некуда. Он одержим идеей территориальной экспансии и готов жертвовать русскими миллионами, как это делали уже многие его предшественники. Валить из России пока не поздно – единственное верное решение в свете разворачивающейся катастрофы. Русские станут реликтом вымирающей нации уже в недалеком будущем. Чтобы этого не произошло, следует уезжать из России и вывозить своих детей. Выжить сейчас как нации и сохранить хотя бы долю уважения к себе в мире позволит народный бунт и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Затем хотя бы попытка создания демократического государства, если, конечно, россияне на это способны. Для окончательного выбивания имперского ЧСВ из необразованных голов понадобится не одно поколение. Так что агрессия со стороны России в будущем более чем возможна. Псевдопацифистские призывы отдельных стран Европы продолжают звучать. Глава МИД Венгрии Петер Сиярта во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не приведут к миру, мотивируясь желанием сохранить жизнь венгров. Сиярта заявил, что Венгрия тоже ощущает на себе эту войну, в частности из-за повышения цен на энергоносители и инфляцию. Также он отметил, что на войне гибнут и представители венгерского меньшинства. Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде мы не хотим, чтобы больше людей погибло, добавил он. Венгерский министр видит возобновление переговорного процесса между Украиной и РФ единственным правильным решением, полностью повторяя российскую позицию. Удивительно? Призывы, которые транслируют пророссийские политики, не несут здравого смысла в себе. Подобные публичные заявления о прекращении военной поддержки единственной стране, которая в прямом противостоянии сдерживает агрессора, ни много ни мало несут угрозу самой Европе. В случае окончания войны таким путем можно ожидать не мир, а временное перемирие. Россия использует это время, чтобы восстановить свои силы для последующего вторжения, чтобы накормить своего недалекого зрителя блестящей победой, наподобие, как это было с Крымом. Об этих фактах свидетельствует также увеличение мощностей российского ВПК и тесное и продуктивное сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей по поставке вооружений. Истинная победа произойдет тогда, когда Россия будет неспособна к военной агрессии по отношению к другим государствам, в том числе и Беларуси, когда та решит стать свободной и демократической. Псевдопацифистские призывы отдельных стран Европы к прекращению передачи вооружений Украине – это российская пропаганда, завернутая в благие намерения. На самом же деле это приведет еще к более длительному затянутому конфликту и повлечет еще больше человеческих жертв. НАТО НАТО – это враждебная организация. Именно в этом кремлевская и белорусская пропаганда на протяжении десятилетий уверяет своих потребителей. И телевизионные зрители достаточно хорошо усвоили этот урок, судя по опросам случайных прохожих, оправдывающих агрессию против Украины нежеланием расширения блока, что, кстати, не очень помогло сдержать расширение НАТО за счет еще одного соседнего государства – Финляндии. Цель этих пропагандистских нарративов состоит не только в том, чтобы создать образ внешнего врага, который должен объединить народ, но и для подготовки к борьбе с ним. Россия – государство с многолетним культом войны, которое за 30 лет своего существования вне СССР осуществляло военную агрессию в отношении других государств в 8 раз. То есть в среднем Россия действует со скоростью 1 война в 3 года 9 месяцев. Не слишком миролюбивое государство. О намерениях России свидетельствует и то, что в последней неделе она бросает большое количество личного состава для наступления по всей линии фронта и вбрасывает в информационное пространство Запада нарративы о неизбежном поражении Украины. Россия стремится к уменьшению поддержки Украины и ее ослаблению, используя все имеющиеся способы достижения своей цели. В частности, дестабилизация Европы изнутри с помощью пророссийских политиков и активистов. У государств восточного фланга НАТО есть максимум 3 года, чтобы подготовиться к сдерживанию российской агрессии, если хотят избежать войны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью изданию «Наш Денег». Цитата. «Это время должно быть использовано для создания потенциала на восточном фланге НАТО, который станет четким сигналом для отражения российской агрессии. Собственно, от хода забытий на поле боя в Украине зависит, оправдаются ли худшие прогнозы европейских аналитиков или нет. Сейчас, когда Россия пытается ослабить поддержку и заверить европейские страны в отказе от предоставления военной помощи Украине, особенно важно продолжать поставлять Киеву необходимое вооружение, которое поможет не просто удержать линию фронта, но и победить. Оказание военной помощи Украине требует значительно меньших затрат и усилий со стороны партнеров, чем война на территории НАТО. В таком случае и материальные, и человеческие потери будут в разы больше. Если к вам сосед пришел с ружьем, занял несколько комнат, совершил насилие над близкими, наверное, странно после этого прийти к нему и предложить «может договоримся?». Будьте уверены, если за этим проступком не последует наказание, то он снова пойдет грабить и убивать уже других ближайших соседей. Только военная победа Украины станет основой для стабильного мира в Европе. Друзья, на моем втором канале, ссылка будет в описании. Это абсолютно новый формат, вышло вчера новое видео. Обязательно посмотрите, подпишитесь, переходите по ссылке, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Не люблю такое вот это вот все, попрошайничество.